здрасте ну чё прохождение ремейка 3 резидента который после предыдущей части лично я ждал с огромным нетерпением свое мнение об игре я выскажу в конце но перед началом предлагаю окунуться хоть и в короткое но весьма увлекательное приключение так что приятного просмотра а ну и вы наверняка сами догадались что видео содержит спойлеры по сути это один сплошной спойлер но я должен был об этом сказать так что с меня взятки гладки начинается все за день до событий второй части когда джил валентайн просыпается и идет закрывать забытый кран ванной но обнаруживает у себя кровь из носа а после и вовсе за доли секунды виде свое превращение в зомби из-за чего вынужденно стреляет в себя благо это оказывается всего лишь сон и джилл снова просыпается но уже за своим столом где она работала с различными уликами касаемо корпорации амбрелла правда приходится прерваться дабы опять закрыть кран в ванной но теперь без каких-либо превращений а позже и вовсе нас отвлекает телефонный звонок от брэда вискерса который предупреждает джилл об опасности но уже поздно немайзис обнаружил свою цель правда какого-то особого результата это не дает ибо вместо того чтобы сломать героини шею например он клишировано бросает ее на землю давая возможность избежать чем мы и пользуемся а пока джилл экшенов удирает давайте немножечко поговорим и о нем по сути это биологическое оружие на основе тирана который встречался и в прошлых частях но с интеллектом благодаря n и альфа-паразиту что сделало возможным отдавать ему приказы но и при этом создать нечто подобное весьма сложно ибо выжить после внедрения данного паразита может только один человек из 60 миллионов главная же задача которая перед ним поставлена это уничтожение выживших членов отряда stars который для корпорации амбрэва представляет немалую такую опасность именно поэтому он и охотится за джилл правда не особо успешно ибо после устроенного погрома он оказывается погребенным под многотонными обломками дома так что пользуясь моментом хватаем ноги в руки и стараемся выбраться из города попутно встречая того самого брэда и наблюдая полный хаос и панику из-за утечки т-вируса который превращает людей в зомби коих оказывается слишком уж много из-за чего нам приходится баррикадироваться в баре но брэда успевает укусить и он героично жертвуя собой остается держать дверью от навал и зомби давай нам возможность бежать где мы находим свое первое оружие правда ходячих оказывается слишком много так что приходится делать ноги благо за углом нас обнаруживается эвакуационного вертолета который готов нас подобрать на крыше паркинга куда мы и направляемся попутно обнаруживаем сценку прямиком из оригинала 99 года где владелец склада на котором мы попали решительно отказывается бежать с нами к вертолету желая переседить эпидемию здешнего коронавируса в фургоне тем самым самоизолируясь и как мы позже узнаем правильно сделал ведь на крыше снова появляется не месяц который сбивает вертолет так что нам ничего не остается как сесть ближайший автомобиль и направить его на супер солдата правда в отличие от нас такое падение с крыши на нем и царапины не оставила но благо рядом оказывается карлос который взрывает его жопу и ведет джилл к остальным выжившим в метро где мы узнаем что он член отряда наемников корпорации амбрэва но который ничего не знает об их экспериментах и группа была послана только для спасения выживших но из-за скорого распространения вируса большинство бойцов погибло из-за чего раненый командир отряда по имени михаил виктор просит джилл о помощи дабы сдвинуть этот вагон с места ибо его бойцы явно не справляются и да капком явно никто не консультировал по поводу славянских фамилий так что если хотите его можно назвать михаил викторич или микель виктор как бы то ни было мы соглашаемся помочь но не отряду юбиси а выжившим людям которые явно желают отсюда выбраться для этого поднимаемся на поверхность направляемая карлосом к электрической подстанции дабы включить электричество но путь оказывается объят пламенем и сперва нужно добыть пожарный шланг для подключения гидранту вообще мы оказываемся в довольно неприятной ситуации где спереди стена из огня а сзади вовсю ломится зомби которые ломают ограждение открывая нам путь в новую часть локации причем убитник не составляет особого труда всего то и нужно выстрелить в рядом стоящую бочку а двигаясь дальше обнаруживаем еще несколько зомбарей которых нужно обездвиживать выстрелом в генератор и быстро пробегаем мимо них к магазину пончиков где можно сохраниться перевести дух и немножечко подсобрать патронов чтобы двигаться дальше ведь следующее место остановки это обесточенный офис управления метрополитеном где берем шланг и возвращаемся назад для тушения пожара после чего находим болторез и перекусываем им цепь закрывающий на проход далее попутно обнаруживая раненого бойца юбиси которого пристреливает собственный товарищ ссылаясь на возможную зараженность чем джил явно не согласна но тому на это плевать и за слишком развитого инстинкта самосохранения а выйдя из здания можно обнаружить еще одного такого же бойца из этого отряда но пока он не превратился больше опасность представляет тут собой собаки быстрые маленькие попасть по ним не такая уж легкая задача но благо здесь есть еще один такой же трансформатор который можно остановить зомби собак и перестрелять дабы все-таки добраться к подстанции дверь которой закрыта на замок но джил не зря раньше служила в stars и умеет скрывать замки с помощью отмычек которые так удобно лежат рядом конечно пистолетом было бы наверное быстрее но пули тут на вес золота да и не каждый замок можно отстрелить и как только джил открывает дверь на нее нападает некое подобие озабоченного паука с тентаклями который не упустит возможность залезть ей в рот и оставить нам своих паразитов уж извините за такое описание но это блин правда так что после процесса нужно использовать здешнюю лечебную траву дабы проблеваться благо сглотнуть джил не успел ладно извините в общем тут нам нужно активировать 4 рубильника бегают озабоченных пауков а при особой их настойчивости можно перестрелять после чего возвращаемся в центр управления и запускаем подстанцию выжигая здешнее нечто которое как-то уж слишком быстро разрослось учитывая когда началась эпидемия в городе что наталкивает на определенные мысли или это зараза довольно быстро распространяется или что вероятнее деятельность umbrella начала оставлять свой след ракон сити намного раньше но важнее то что мы сейчас наконец-то можем выбрать маршрут для метропоезда о чем говорит нам наш напарник правда путь нам опять преграждает немезис который честно признаться при первом прохождении хоть и вызвал иногда некоторые трудности но не такие как при втором такое впечатление что он обучается учитывая предыдущие прохождения благо джил в этой части научилась уворачиваться и мы просто от него убегаем хотя было бы проще бросить него гранату получая улучшение для пистолета немазис кстати также обладает тентаклями и умеет бегать и прыгать что делает его намного опаснее мистера икс из прошлой части но это так слову тем не менее мы добрались к центру контроля движения и разгадав несложную головоломку одну из немногую замечу в этой игре выстраиваем маршрут для поезда после чего можем возвращаться но путь нам перекрывает ранее убитый нами зомби правда теперь с крабом на голове у которого теперь тоже ищу пальца благо здесь же можно взять дробовик перекусил болторезом цепь и с одного выстрела уносим зомби обратно кстати по пути назад метро если пойти по лестнице слева можно обнаружить сейф цифры куда которого обведены на постере в аптеке но если захотите при пройти то это 93 и 7 не благодарите открыв его можно обнаружить прицел для пистолета что весьма ускорит прицеливание а также выйдя наружу видим как немазис с помощью своих тентаклей создает зомби с хедкрабами которые ничуть ему не помогают нас поймать ведь мы возвращаемся обратно в метро где нас уже ждет карлос а также подоспевает остальные выжившие из их отряда среди которых тот самый николай с раздутым самосохранением и который явно не рад увидеть тут жил но душещипательную встречу приходится прервать ведь не мази сломится внутрь и дабы не подвергать всех опасности жил решает его увести ведь он находится только за ней да не самая умная идея провоцировать такого гиганта тем не менее наши побегушки приводят нас к вентиляционной решетки сломав которую мы убегаем вентиляция приводит нас местную канализацию в которой используются сверх продвинутые замки с независимым питанием и для открытия одного такого необходимо найти аккумулятор так что спускаемся в самые недры здешних подземелья где обнаруживаем новую фауну мутировавших головастика но на самом деле они не страшнее обычных зомби просто не нужно подходить близко и желательно стрелять им прямо в пасть или использовать гранату одну такую можно обнаружить после спуска а также здешних лабиринтах можно обнаружить гранатомет который также убивает их с одного выстрела но для нас важнее аккумулятор забрав который движемся обратно к лестнице попутно можно найти записку местного сотрудника водоканала который сообщает что еще две недели назад эти твари сожрали его напарника а учитывая еще и предыдущие гнездо пауков извращенцев то вариант с влиянием амбрелла на город задолго до эпидемии выглядит намного правдоподобнее и все же добравшись к выходу и активировал отключенный замок выбираемся наружу где джилл сообщает карлосу о том что сумела оторваться но не тут то было немазис мало того что снова на хвосте так еще и с огнеметом от которого мы укрываемся в ближайшем недостроенном здании на крыше которого и пройдет первый босс файт особо опять же ничего сложного по крайней мере на среднем то есть обычном уровне сложности знай себе достреляй по баллону огнемета пока тот не взорвется после чего можно приступать и к немазису саживаем в него почти весь свой боекомплект пока и тот не начнет взрываться вынуждая джилл спрыгнуть вниз но благо на некий подъемник который также с трудом переживает окружающий армагеддон и чуть не перепечатывает девушку к асфальту но видимо ее это не слишком заботит и она сразу связывается с карлосом которому по всей видимости уже начинает доверять сообщая о том что она убила этого монстра ты даже не представляешь насколько не права по пути к метро нужно зайти в лавку оружейника где находится самозарядный ствол для дробовика а также сам оружейник роберт кенду который может быть знаком вам по второй части и который ведет себя слегка подозрительно но после того как он скрывается за дверью можно услышать что его дочь постепенно превращается в зомби а также здесь находится ключ от ворот воспользовавшись которым мы попадаем служебный переулок который ведет к дому выход которого приведет нас к центру города где она снова настигает немазис нужно с настоящим гранатометом я конечно понимаю что моя вставка сейчас будет не совсем уместной но если бы такой взрыв произошел в реальной жизни джилл сначала бы изрешетила осколками а после отбросила на несколько метров но эта игра так что такой реализм тут ни к чему учитывая что эти ракеты и так могут доставить проблем но хоть кат-сцене об этом не забыли да и такое допущение помогает джилл перебраться через завал если так можно вообще сказать выводя нас на знакомые улочки благо хоть этот танкист теперь так прыгать не может как раньше но зато охотно взрывает голову на магазине от которой мы легко уворачиваемся и бежим ко входу в метро где джилл снова встречает карлос который устраивает засаду немазису с помощью мины а после и вовсе взрывает цистерну с горючим укрываясь за роллетой забегая наперед это конечно же ничего не дало что и так думаю было понятно ведь его не призывали не при тех взрывах на крыше даже не поцарапало но зато все теперь метро и джилл садится на поезд а карлос вместе с тайралом отправляются на поиски ученого натаниэля барда у которого есть антидот к вирусу так что эту часть мы будем управлять за карлоса но перед этим нам показывают сценку из вагона где два русских михаил виктор и николай разговаривает между собой на английском где как я понял виктор навекает на крысу в их отряде посматривая на николая в чем секундой позже можно убедиться ведь на поезд нападает немазис и николай сбегает следующий вагон запирая за собой дверь ух сука ты меня не видел а командир попавшись в лапы монстру жертвует собой подрывая и его после чего мы снова возвращаемся к остаткам отряда юбис и которая прибирается к полицейскому участку где мы видим как марин врана из второй части получает свое ранение причем от бреда из начала игры которого вы нам придется убить собственными руками дабы пройти внутрь и забрать его айди карту барт кстати должен быть в офисе stars так что туда и направляемся для этого нужно взорвать стену в душевой где уже висит взрывчатка но для ее активации требуется батарейка и как можно узнать из записки лежащий рядом скорее всего батарейка есть в комнате хранения так что туда и направляемся перед этим зайдя конечно же на третий этаж и взяв с собой ключ кстати в комнате хранения можно узнать код от замка на третьем этаже а также в комнате напротив написан код от другого ящика но это так если захотите перепройти нас же интересует только батарейка под номером 104 так что вводим и забираем а затем идем назад и устанавливаем на место после чего гремит взрыв добравшись к офису stars никого не обнаруживаем но и путь этот проделали мы не зря ведь удается выйти с доктором на связь онлайн и узнать что он находится сейчас в больнице в немного плохом настроении ведь амбрелла ликвидирует всех причастных исследователей дабы никто не узнал правду а он единственный оставшийся выживший кто знает как сделать вакцину так что теперь выдвигаемся к нему в больницу но сперва с карлосом связывается джилл сообщая о произошедшем с людьми поездом и их командиром который должен был принять решение что делать с ученым то есть отдавать его в руки корпорации или же все таки нет но связь прерывается и карлос спешит на помощь а тем временем мы снова переносимся к джилл которая после крушения поезда выбирается на поверхность преследуемая все тем же не мазисом но неудачная подколка при неумении плавать его явно задела настолько что он даже решил изменить облик и вот со второй его итерации сражаться уже посложнее но после пары смертей все же победить его удалось и как говорил айтипедия в своем обзоре игра нереально скриптовая настолько что даже после того как я выстрелил все заряды из гранатомета в кат сцене джилл продолжает из него стрелять и казалось бы вот она победа но нет далеко нет сперва эта тварь хватает джилл за ногу подтаскивая к себе но благодаря решетке врат которая держится всего за одну цепь удается отрубить немазису руку на месте которой сразу выросла новая щупальца но уже с ядовитыми иглами и одна такая впивается в руку джилл заражая ее кстати тут мы узнаем что николай выжил я не знаю как этому сделать подводку просто выжил и все у сука находит карла с джилл спустя примерно полдня и несет ее в госпиталь в надежде найти там ученого и его вакцину но к его корпусу еще и добраться нужно через толпы зомби так что оставляем джилл в приемной и идем в лабораторию только для того чтобы туда попасть нужен пропуск вернее голос самого барда который сначала еще и нужно найти в этих лабиринтах благо хотя бы плеер искать не пришлось он лежит в приемной ученого а также именно в эту больницу свозили первых зараженных когда никто особо еще не понимал что происходит и что надвигается так что тут полным полно записи о новых пациентах с таинственной болезни которых сначала лихорадила потом они бредили и с каждым моментом становили все агрессивнее при этом даже с карты на руках которые можно найти на стене возле комнаты сохранения десятки минут слонялся туда-сюда пока не нашел ключ карту которая находится в комнате персонала ключ который также нужно найти но во внутреннем дворике так что сначала прыгаем через окно со второго этажа в дворике забираем ключ после чего идем за иди картой и только после всей проделанной работы отправляемся за аудиокассеты в процедурный кабинет и видимо из-за всего творящегося вокруг издетца из лаборатории амбрео избежали хантеры мутировавшие рептилоиды которые начали охоту на нас после заполучения карты проще всего с ними разобраться гранатами но когда их уже не будет то можно и по старинке пулями ибо процедурном кабинете таких представителей своего вида аж целых два ну да ладно берем кассету и возвращаемся назад к двери с распознаванием голосом водя в которую обнаруживаем что бард мертв вернее застрелен а из его записанного видео дабы очистить свое имя карлос узнает что на самом деле произошло в раккун-сити и почему джилл так не любит эту корпорацию ведь именно из-за утечки до вируса все и произошло да и к тому же правление амбрэво намеренно уничтожает ученых и вакцину над которой они работали дабы стереть все свидетельства существования вируса конечно удар по клавиатуре или компьютеру скрывает любые двери и от места с вакциной тоже так что хватаем ее и бежим к джилл спасая тем самым ей жизнь правда пока подействует вакцина пройдет время а судя со слов прибывшего тарелла правительство намеревается стереть раккун-сити с карты ядерным ударом через один день но ведь мы теперь знаем о вакцине и о ее запасах подземной лаборатории так что есть надежда избежать удара связавшись правительством чем позже кстати займется тарелл но сперва ему нужно опустить ставни дабы ходячие не попали внутрь а мы его с джилл тем временем будем охранять после чего просто взорвем вход в больницу вакцина кстати действительно действует и джилл приходит в себя правда слишком поздно ведь карла заражен но она таки не смогла в него выстрелить благо это оказывается лишь очередным кошмаром после которого джилл приходит в себя тарелл связывается с правительством а карлос отправляется в подземелье амбреллы в поисках вакцины но связь с ним прервалась так что джилл отправляется за ним хотя сперва можно походить по тем же коридорам больницы но уже с умением джилл взламывать замки дабы получить пули снаряды и что важнее револьвер после чего может спускаться в подвал где нас ждет грузовой лифт хотя кстати бродить снова по больнице не обязательно можно пойти и так почувствовав на себе настоящий резидент его с постоянной нехваткой патронов и прочего что я кстати и сделал внутри входит со стеклом видим силуэт николая но при попытке к нему подняться перегорают предохранители после чего их нужно заменить выискивая поштучно по этой локации благо их всего три но опасность тут исходит во первых от нового вида зомби бледноголовых которых убить теперь стало намного сложнее так что я их просто пробегал вторая опасность исходит от мутировавшего головастика просто народе именуемая как хантер гамма но опять же особо не с кем не сражаемся а просто пробегаем мимо и после установки новых предохранителей поднимаемся в то помещение где конечно же уже никого нет но зато николай оставил свой недописанный журнал в котором в подробностях описаны все наблюдения за джилл отрядом викзера карлосом и немезисом из которых становится ясно что у джилл есть иммунитет к вирусу ибо обычные люди превращаются в зомби за в среднем два часа а джилл протянула более 20 прежде чем карлос ввел ей вакцину правда непонятно для кого он эту информацию собирает ибо здесь также упоминается записи они мази о котором амбреле и так известно так что этой крыса есть наверняка еще один наниматель для которого он и собирает эту информацию и планирует спровоцировать новые столкновения джилл с немезисом правда сперва в комнату попадает тарел который сообщает что связался с правительством и они готовы отменить удар если им то есть правительству доставят вакцину до запуска а это всего пара часов так что нужно спешить но снова появляется не мази с которой бывает тарелла а джилл удается скрыться аккурат в том месте где находится синтезатор вакцины ибо как оказывается складов с этим чудо лекарством просто нет и сперва его нужно создать из антигена и усилителя а для этого нужно получить ключ доступа в лабораторию которая просто кишит этими бледноголовыми сражаться с которыми себе дороже так что просто опять же уклоняемся пробираясь сначала наверх за первым образцом антигена а затем через коридор из консервированных мутантов идем по усилитель только бы эти суки не выпрыгнули все усилитель у нас так что идем назад испугались обоснулся кстати убиваются они довольно легко кислотными гранатами ну и в принципе для синтеза эти две ампулы нужно соединить для создания лекарства заполучив которой на нас снова нападает немезис вернее его щупальца так что нужно быстро отсюда валить пока не появилось его тело а уже поздно но благо рядом с ним есть какие-то баки с воспламеняющейся жидкостью которая джилл взрывает что и помогает ей убежать правда и ненадолго в ликвидационном центре куда мы попадаем эта тварь снова нас настигает и сейчас и не только про немезиса но и про николая который забирает вакцину и сбрасывает джилл в область для ликвидации экспериментов которые ранее тут проводились дабы сделать еще один бостфайт и собрать информацию для своего нанимателя у сука на звуки сражения приходит и карлос который оказывается жив и будет помогать нам сражаться говоря на каком из баков находится немезис для того чтобы его оттуда сбросить по моему мнению это его самая сложная итерация ибо и сам немезис тут быстрее хлыстом своим машет во все стороны так еще и зомби мешает сконцентрироваться на одном враге а все же для джилл нет ничего невозможного и после победы карла спускает нам кран дабы подняться наверх а все пространство внизу заливает кислотой которая судя по записям здешних работников разъедает все все кроме немезиса ведь следующей локации куда мы отправляемся искать николая появляется это нечто благо это испытательный полигон для нового сверх мощного оружия первым выстрелом которого мы только сбиваем с него броню а для второго нужно немного побегать да позаталкивать источники энергии в их места после чего стреляем второй раз а затем гремит последний выстрел и знаете это настолько эпично что я даже придираться не хочу к изнасилованию физики в этот момент ведь при том что отдача от орудия ломает бетон под ногами джилл должна была улететь после выстрела на несколько метров с переломенными руками но сойдемся на том что это новая сверхразработка какого-то держателя гасящего отдачу и учитывая что в этих лабораториях делали вполне себе возможно но наша главная цель это николай который обезвредив карлоса дожидается нас для того чтобы сделать это и все это из-за каких-то денег ведь наниматели поручили ему не оставить от амбрелы и следа но тут приходит себя карлос который в результате неплохо поставленного рукопашного боя обездвиживает николая и джилл нужно в него выстрелить рискуя задеть и карлоса в противном случае тот всех убьет так что стреляем благо хоть и пуля прошла на вылет но потеряла свою убойную силу из-за чего карлосу ничего не грозит и уже понимаю что сейчас будет николай предлагает сделку вывести его из зоны поражения ракет а он расскажет кто его наниматели и заплатит любые деньги но не для всех эти бумажки имеют такую важность так что наши герои улетают в закат а вернее в рассвет оставив николая на платформе дожидаться прибытия ракет вернее ракеты которые мы можем увидеть из кабины вертолета после чего город превращается в пепел а джилл намертво решает что этот пепел станет пеплом амбрелы собираясь покончить с этим раз и навсегда кстати в конце оригинала уничтожение города как по мне показано более красочно так что предлагаю взглянуть и на него нам пора ну и как итог игра мне понравилась да дороговато за пять часов геймплея но если не смотреть на цену а конкретно на саму игру то она постоянно держит напряжение если не страхом то экшеном который тут постоянно прет изо всех щелей не давая заскучать и игру можно спокойно пройти всего за один присест что как плюс так конечно же и минус но видно что капком делали эту игру в первую очередь для новых игроков которые не знакомы с оригиналом от этого и столько экшена минимальный дефицит патронов и что лично мне не понравилось это отсутствие головоломок не то чтобы их мало их просто нет единственная загадка это с маршрутом поезда в начале но это с огромной натяжкой ибо ну реально это не слишком то и сложно остальные же побочные задачи сконцентрированы на сборе и внимательности то есть искать коды от сейфов и замков кристаллы в начале для получения апгрейда пушек и прочего так что как экшеновый аттракцион да но не за такие деньги оценку как всегда ставить не буду лучше вы напишите свое мнение об игре в комментариях пообсуждаем если где-то был не точен ну и ставьте лайки если понравилось видео подписывайтесь на канал если здесь впервые можете нажать на колокольчик чтобы не пропустить новых прохождений потому что в ближайшее время я планирую выпускать все больше и больше и до скорых встреч пока а